Сколько живет телевизионный проект? Средняя продолжительность жизни любой, ну, средней телевизионной передачи 3-5 лет. Подальше идет либо ребрендеринг, либо меняются ведущие. Ну, это все видели. То есть то же самое долгоживущее поле чудес, да? Был Влад Листьев, ну, потом вот Якубович. Это, пожалуй, самый долгий проект. Сколько я занимаюсь телевидением? Автостопу 11 лет. В программе «Дом, милый дом» пошел шестой год. То есть я как бы не меняюсь. То есть была передача на магнитогорском телевидении «Ева». Хорошая передача. Девушка подольше, чем я, работает. Теперь программа сменила название. Ну, да ладно. По крайней мере, она хоть сюжет сделала красивый. И наверняка это хорошо, когда люди обращают внимание не только на бабки, но и на беспризорных животных. И вот мы наконец-таки получили возможность выбирать, с кем работать. Потому что на моей истории было, ну, как минимум 6 или 7 фирм, которые производят окна. Большинство из них сдулось. Кто застался из серьезных игроков? Один из них – это фирма «Фаворит». И вот сегодня и сейчас мы поговорим, что такое бренд, который на рынке Магнитогорска присутствует не один год. И годика через два-три ему исполнится 10 лет. Собирается ли он сдуться или куда-то уехать? Ну, и для чего же, собственно, этот сюжет? Да просто оконная тематика в рекламе надоела каждому первому. Любая газетонка, либо журнал – и одни окна, окна, окна. Да, это дешево. И да, телевидение себе может позволить не каждый. Я специально прошелся по монстрам. Они достаточно жирненькие и упитанные, и они могут выбирать. И они имеют вес. Но о том, что самый жирненький в довершении объекта очередного выбрал «Фаворит» – это в конце. Сейчас про то, на что обязательно стоит обратить внимание. Итак, представляем сеть фирменных отделов «Фаворит». Карла Маркса-130 – это правобережный район. Карла Маркса-210 – торговый центр «Дом». Один из таких в Орджоникидзовском. Справедливости ради напомним, Орджоникидзовский район самый большой. Если бы не пиковая котельная, то, учитывая особенности конструкции панельных домов, без качественных окон, люди просто бы замерзли. А такие делают «Фаворит». Трехкамерный стеклопакет, пидекамерный широченный 70-мм пластиковый профиль высокого качества и грамотная установка. Все это вы видели в прошлой передаче, и все это «Фаворит». Еще один адрес – 50 лет магнитке, 40. И без критических комментариев, к сожалению, передача была бы неполноценной. Так вот, Ленинский район, жителей которого постоянно дурят. Вы представляете, наш дом только обсчитали на какую-то космическую сумму 615 тысяч рублей за квартплату. Хотя раньше в Ленинском районе очень хорошо грели батареи. И даже поставив стекла. У меня в квартире холодно. Кстати, зря не заказал их «Фаворити». Потому что вот была фирма и пропала. И здесь таких много. Так что руководство фирмы «Фаворит». Не только «Октябрьская» 15, но и побольше здесь таких подразделений организуйте. Чтобы бабушки не экономили, оставили себе очень хорошие и качественные окна. И потом уже не мерзли. Даже тогда, когда батареи плохо греют. А что же вы хотели? Мы не белые и пушистые, а лысые и грубоватые. И свои ошибки признаем, и стараемся как лучше. И вернемся опять в самый густонаселенный. Южная часть правого берега Рженикизовского района. И опять никуда бегать не надо. Халмыково 12. Кстати, повод задуматься тем, кто строит в Прибрежном и Радужном. Но есть ведь еще и Левый берег. И здесь, на Маяковского 19, тоже есть «Фаворит». И, конечно, «Фаворит» распространил свое влияние на все части города Магнитогорска. В том числе и на Левый берег, который, пожалуй, лучше, чем правый. Потому что, что касается экологии, то абсолютно без разницы, в каком районе города Магнитогорска вы умираете от рака. Но здесь нет ни пробок. Здесь абсолютно тихо, спокойно и умиротворенно. Маяковского 19. Вот здесь вы заказываете окна. Мы, конечно же, могли бы проехать и в Сибай. Хотя Сибай и смотрит нашу программу. И в Беларец, который не смотрит нашу программу. Потому что за горкой располагается. И тогда бы цена сюжета увеличилась в разы. Но я думаю, что этого достаточно. Тем более, что те селяне, которые смотрят, могут позвонить по всем телефонам, которые вы увидели. И, возможно, «Фаворит» появится и в Кизили, и в Нагайбаке, в смысле, в Фершампенуазе, и в Агаповке. А может быть, и Чизма, и Варна-подкручицам. И не экскурсии ради мы затеяли этот обзор. Нам в деле надо было увидеть, как это делается. Как объект получает тепловую защиту. Потому как большинство потерь прохлады летом и тепла зимой происходит в аккурат через окна. Поэтому выкраивать по ценам смысла нет. Самые дешевые конструкции, естественно, делаются из самого дерьма. И это надо понимать. Надежная защита стоит денег. Ну, а скидку легко получив, заказав несколько окон и в «Фаворите». И теперь то, что нравится больше всего. Смотреть, как другие работают. Вот только мне спокойно посмотреть не удалось. А пришлось в буквальном смысле носиться с камерой по дому. Хотя на объекте-то работали всего два установщика. Точнее, пока один демонтировал старое окно, другой уже ставил новое. Вот это потрясающая скорость. Я, честно, бегал по дому и не успевал. Один специалист фирмы «Фаворита» демонтировал окна. Второй уже ставил. Вот это да. Где бы такое еще было возможно, если бы мы не обратились в фирму, которая занимает лидирующие позиции по производству окон и установке их. Ну, а также дверей. Но у «Фаворита» еще больше социальная значимость. Они прекрасно отвлекают. Занимаются спортом и строят. Да нет, не дома, семей, дядям и еще кому непонятно. Вот, пожалуйста, тот самый автомобильный центр «Фаворит». Это тоже подразделение этой фирмы. То есть теперь вы понимаете, что за игрок работает на рынке оконных конструкций и дверей. Очень серьезный и надежный.